В Казани завершилась вторая всероссийская научно-практическая конференция «Научное приборостроение. Современное состояние и перспективы развития». Ее участники обсудили тенденции развития отечественного и зарубежного научного приборостроения. Вопросы взаимодействия институтов и предприятий не обошло стороной данное мероприятие и младых ученых казанских вузов. На площадке конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на получение грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований младых ученых. Церемонию закрытия посетила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Я хочу в свою очередь заверить вас всех, что Кабинет министров Республики Татарстан очень понимают ту необходимость ваших исследований, ваших работ, которые вы сегодня представляли. Приятно отметить, что большинство награждаемых являются воспитанниками Казанского федерального университета. Молодые ученые получат на развитие своих проектов по одному миллиону рублей. Проект, по которому мы выиграли грант, заключается в разработке лекарственных препаратов, с помощью которых мы активируем мутантные белки при опухолевых заболеваниях. Сегодня мир находится, ну как бы миру интересно именно междисциплинарное исследование. В частности, вот меня интересует как раз-таки взаимодействие кинематографа и литературы. Я думала, что эта тема может быть интересна другим и решила попробовать, подала заявку и выиграла грант. Организаторы конференции, на площадке которой произошло награждение, отметили, что конкурс на гранты президента Российской Федерации – это один из успешных механизмов привлечения младых ученых в науку, стимулирование научных исследований и развитие наиболее перспективных научных школ, в коллективах которых присутствуют молодые и российские ученые. Те награды, которые они получают сегодня, это как раз свидетельство их высокого научного и технологического, и технического уровня работ, которые ведутся в наших вузах, в Академии наук, в Федеральном университете. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.